ЗАКСИД, УКРАИНА, УКРАИНА КАК КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА Василий Расевич, ЗАКСИД.НЕТ, УКРАИНА 24 февраля 2020 года Известно, что компьютерные игры, это до деталей прописанные коды и программные модули Понятно, что они могут развивать стратегическое мышление и пространственное воображение А еще оттачивать до автоматизма скорость реакции Но сколько бы ни играть, какими бы искусными игроками ни становиться В стратегических играх не удастся выйти за пределы четко заданного алгоритма Кроме того, в виртуальном мире игр не удастся спроектировать влияние на события морали, этики, человеческих эмоций А значит, опыт, приобретенный в стратегических компьютерных играх, может быть не только интересным, но и вредным, даже очень вредным Сегодня попробуем разобраться в том, какими предсказуемыми для больших манипуляторов можем оказаться мы, людях и века Сколько ловушек и вызовов может подстерегать нас в виртуальном мире, и как это сказывается на реалиях нашей повседневной жизни Первое, что надо отметить, виртуальный мир может провоцировать неадекватное восприятие действительности, делать неспособными реагировать на актуальные вызовы современности Погруженные в виртуальный мир люди могут часто вести себя так, будто по умолчанию имеют еще десяток жизней в запасе Не удалось хорошо стартовать, подстрелили на взлете, слишком увлеклись накоплением золота и не позаботились о войнах Враги приблизились вплотную и угрожают убить, не беда Можно перезапустить игру и все начать заново С тем отличием, что в реальной жизни ничего не удастся перезапустить, перевести в первоначальное состояние или легко изменить базовые вещи Соответственно, жизнь в виртуальном мире приучает украинцев воспринимать действительность как симулякры или имитацию А это в их инфантильном воображении может бесконечно расширять возможности, которых на самом деле не существует Ярким примером таких проявлений могут быть последние парламентские выборы Сколько желчей ненависти вылили интеллектуалы, политические активисты и просто сторонники пятого президента на новую президентскую партию В ход пошло все, в том числе и обвинения в намерениях демонтировать украинскую государственность и в желании капитулировать перед страной-агрессором Складывалось впечатление, что Зеленский идет побеждать, чтобы потом погубить Украину Расшатывали так, будто на Украине, если не избрать новую президентскую силу, существуют просто радужные перспективы Будто не избрание в парламент слуги народа является гарантией решения всех проблем и ликвидации всевозможных угроз Итак по наезженной били и бьют по этой силе, которая теперь пытается, ловко или нет, выводить Украину испугающего кризиса Отмечу, что делают это настоящие патриоты в полном взаимодействии, по их же мнению, с крупнейшими врагами Украины Партия Виктора Медведчука И это единение якобы патриотов с откровенно пророссийскими медведчуковцами, как на олигархических телеканалах, так и во время голосования в Верховной Раде Оказывает, что и для одних, и для других речь идет не об Украине, а о сохранении клановой олигархической системы и себя в ней Поскольку и одни, и вторые последние почти 30 лет являются важнейшими звеньями этой порочной системы А Украина здесь, только прикрытие, рамочные условия для реализации своих преступных кланов Но вернемся к нашей игре Согласно пропагандистских посылов партии Европейская солидарность, особенно времен предвыборной гонки, более враждебной силы, чем опостолевшая слуга народа, не существует Для этого типа патриотов неожиданно вовсе перестала существовать угроза, которая исходила со стороны бывших регионалов и их медведчуковской квинтэссенции, оппозиционной платформы, за жизнь А угроза была более чем реальной, если посмотреть на электоральный успех этой группировки в масштабах целой страны То есть если бы на выборах в Верховную Раду не оказалась партия и слуга народа, то победителем в общероссийском масштабе стала бы оппозиционная платформа, за жизнь Партия, которая выступает за союз со страной-агрессором, и лидеры которой до сих пор летают с циркулярными указаниями лично к Путину Подумаем над тем, что ждало бы Украину, если бы крупнейшей политической силой стала партия во главе с Виктором Медведчуком, который откровенно заявляет, что альтернативы Минским соглашениям нет То есть вместе с Путиным он хочет заставить Украину выполнять по-настоящему капитулинские условия А патриоты, лидер которых подписал эти условия капитуляции, знаем о том, что было сложное время и обстоятельства, и в дальнейшем кричал, что наибольшая опасность исходит от команды молодого президента Солидаризируясь в этой борьбе против Зеленского со злейшими врагами Украины, выискивая малейшие блохи и погрешности, поднимая до уровня национального праздника промах и ошибки Неужели эти люди думают, что этим они спасают государство? Следуя такой логике, от государства впечатление, что самым большим врагом Украины является человек, за которого проголосовали 73% активных граждан И, чтобы доказать этим гражданам, что они ошиблись, не избрав на второй срок старого президента, им пригодится даже полный крах Украины Люди с виртуализированным сознанием и верой в 10 последующих жизней Украины по умолчанию могут окончательно похоронить перспективы украинского государства Потому что если представить, что новой команде ничего не удастся исполниться все мрачное пророчество злостных вздыхателей, то что мы в итоге получим Развал и разруху Кажется, именно к этому и стремятся ослепленные яростью за обиду своего кумира-патриоты Если провалится план Зеленского, то провалится и Украина Из-под ее обломков уже будет не выбраться Мы не в компьютерной игре, и у нас нет в запасе ни прекрасных вариантов, ни нескольких жизней Расшатывание только в пользу пятому президенту, который с помощью подобных манипуляций пытается избежать ответственности И политической силе Виктора Медведчука, который в результате крушения принесет большой лакомый кусок Украины к ногам Владимира Путина Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ